Здравствуйте! В эфире программа «Квадратные метры» и я, ее ведущий, Владимир Сергея Яков. Кто виноват, что историческим зданиям в центре Владивостока грозит разрушение? Кто возместит ущерб за потоп в квартире? Также из нашей программы вы узнаете, чем грозит соседство с магазином стройматериалов. Об этих и других темах расскажем подробнее. Наследие дореволюционной немецкой культуры во Владивостоке грозит разрушение. Дома, построенные в самом конце 19 века, сегодня страдают от потоплений и замерзающей воды. Как спасти исторические здания, выясняли наши корреспонденты. Эти необычные дома хорошо известны не только владивостокцам, но и многим приезжим. Как раз по этим дворам водят на экскурсии иностранцев. Три деревянных флигеля с названиями «Фернзихт», «Карлсроя» и «Сибирь», построенные для служащих компаний «Кунст» и «Альберс» в самом конце 19 века, сегодня страдают от воды. Течь, с которой не могут справиться второй год, грозит разрушить и подпорную стену, и окружающие дома. Трена и угол дома 39-го А, он обсыпется. Они обсыпятся все. Угроза того, что вот это строение пострадает. Очень пострадает. Угроза того, что вот сейчас поступает вода непосредственно в грудь. Она идет, она замерзшая. У Валентины Федоровны двери не закрываются. Вот это окно начинает уже трескаться. А течь, она так и идет, вот в той насыпи. В прошлом году ее было меньше, где-то подтекает, видать, вода. И стена ее держала, она уходила под землю. В этом году все хуже гораздо. Об аварийном состоянии коммуникаций жители неоднократно сообщали и в мэрию, и в МЧС, и в Примводоканал. Течь возникла еще в конце 2014 года, после чего в кранах исчезла холодная вода. Место порыва тогда не обнаружили, а дома запитали водой с помощью временного пластикового водопровода, без всякой теплоизоляции. Холодная вода идет, видите, постоянно течет. Чтобы не замерзла, приходится кран круглосуточно открывать, вода бежит самотоком. Что-то ж не делаем. Действительно, кран на входе в дом всегда открыт, и все, что не разобрали жители, прямиком отправляется в канализацию. По самым скромным подсчетам, за сутки в двух домах сливается не меньше 10 кубометров воды. Вода отводится по трубам, проложенным в советское время довольно близко к поверхности. Но есть, сообщают местные жители, дореволюционная канализация, которая лежит глубже. Данная канализация имеет два уровня. В верхнем вы видите, а нижний находится в земле. И нижний уровень, он уже забился. Если нижний уровень прочистить, восстановить его, тогда верхний уровень не будет фенциклироваться. Соответственно, не будет этого нароста. За решением насущной проблемы жителей Светландской мы обратились в Примводоканал. Налить устранили и сделали вывод, что канализация перемерзла и требует промывки горячей водой. Если на поверхности его лед, то он и внутри лед. Именно для этого мы и хотим сюда подъехать, чтобы устранить этот засор. Как объясняет начальник Ленинского участка канализации, подогнать тяжелую технику к флегелям зачастую не получается из-за припаркованных машин. Тем не менее, в ближайшее время трубу обещали промыть. Однако гарантии, что она не замерзнет вновь, дать не могут. Жители это не устраивает. Они предлагают восстановить старую канализацию, которая лежит глубоко в грунте и не будет перемерзать. Я не знаю других схем. По моим схемам, как бы, сеть идет здесь именно в таком виде. Все, что старое есть, может быть, оно где-то и есть. Мы вам предложим документы, которые указывают. Хорошо. Про восстановление же капитального водопровода речи пока нет. Кроме того, что это требует больших капиталовложений, плотная застройка не позволяет вести земельные работы. Самовольные перепланировки помещений с разрушением несущих стен – явление частое. Инициаторами таких действий выступают не только собственники квартир, но и предприниматели. При этом, затевая реконструкции в жилом доме, они не думают ни о соседях, ни о законности своих действий. Нам было тогда по 23-25 лет. Детям нашим были, они вот такие были, мало-меньше, им ночью надо было спать. А тут такое дело. Оркестр вот в этом углу был. Старожилы дома номер 21 по улице 50 лет Волк-СМ вспоминают, что когда-то в их доме до часу ночи гремел оркестр ресторана «Фрегат». Закрыть ресторан удалось, только написав письмо Брежневу. Потом в цокольном этаже открывали банк, детское кафе, ночной клуб, бутики, салоны, магазины. В конце прошлого года появился новый замечательный сосед – магазин стройматериалов. Когда в нашем доме шла стройка, строймарк, там они долбили стену несущую, был такой грохот, тримеется. И когда я увидел, у меня просто волосы дыбом стали на голове. Он выдолбал вот так, 3,5 на 3,5 вот такую вот огромную дыру, на которых можно бульдозером заезжать. Как выглядит помещение после реконструкции, проведенной сотрудниками магазина, может увидеть любой желающий. И зачем было делать вот такой огромный проем, убирать это? Ну, можно было сделать метра полтора, так, арку. Она практически тогда бы ничего бы не влияла. Собственник помещения, сдавший его строймаркету в аренду, требование восстановить стену проигнорировал. Жители обратились в городскую администрацию. Специалисты Управления содержания жилищного фонда провели проверку. По результатам проверки был составлен акт, где зафиксированы все нарушения, допущенные при эксплуатации данного нежилого помещения. Кроме того, в адрес собственника нежилого помещения внесено предписание об устранении нарушений действующего законодательства. Собственник обязан будет привести помещение в прежнее состояние в течение двух месяцев с момента получения предписания. В рамках предписания собственник нежилого помещения обязан будет заложить проем в несущей стене, демонтировать самовольно возведенные перегородки в помещениях, а также возвести самовольно демонтированные. После истечения сроков, отведенных на выполнение всех работ, городская администрация проведет проверку. Если ситуация не изменится, документы будут переданы в суд. Однако, помимо несущей стены, жители дома беспокоят, что в строймаркете торгуют воспламеняющимися жидкостями и химией, пары которой легко проникают в смежное помещение. Вот они, пожалуйста. Взрывоопасные, легковоспламеняющиеся вещества, которыми категорически нельзя здесь хранить. Допустимо ли такое соседство? С этим вопросом эксперты рекомендуют обратиться жителям дома в Роспотребнадзор. Специалисты Роспотребнадзора проведут исследования и определят, не является ли данная группа товаров опасной для здоровья жильцов. Жительница Владивостока ждет возмещения ущерба за подтопленную квартиру уже пять лет. Известны виновные. Есть постановление суда, однако исполнения закона все нет. Почему коммерческую компанию не удается привлечь к ответственности, смотрите в следующем сюжете. До сих пор супруги Штребер с ужасом вспоминают тот день в декабре 2010 года, когда сверху на них полились кубометры воды. Чтобы привести квартиру в порядок, говорят пенсионеры, потратили то, что скопили себе на похороны. Вот там, видите, полосы. А там, в большей комнате, там вообще все черное, а его же не заберешь, ничего. Пришлось, на тебя потолки все это скрыть. После потопа пришлось даже перестилать пол. Потому что он начал скрипеть. Идем, он скрипит, как в лесу хрустящий. Оказалось, что авария произошла на стояке отопления. Экспертиза оценила причиненный ущерб в 71 тысячу рублей. Суд признал виновной управляющую компанию, некоммерческое партнерство УК «Эгершельт» во главе с Владимиром Глазуновым. И обязал ее выплатить 80 тысяч. Прошло пять лет, но решение суда до сих пор не исполнено. Сначала директор партнерства оказался в местах лишения свободы, затем перестала существовать и сама компания. Когда же Владимир Глазунов вновь приступил к коммерческой деятельности, он все-таки выплатил пострадавшим 16 тысяч рублей. Но заставить его вернуть остальное судебные приставы так и не могут. В 2013 году, в декабре месяце, Новиков Дмитрия, есть передача «Сталкер». И вот он с этим Глазуновым разговаривал. Его выпустили уже из тюрьмы досрочно, да? И он с ним разговаривал. И сказал, да, моя компания существует. А судебные приставы, вот судебные приставы, видите, сколько за пять лет этих вот переписей всякой. Они мне говорят, ну нет такой компании. Как говорят специалисты, ситуация, когда коммерческую компанию не удается привлечь к судебной ответственности, довольно типична. Если коммерческая организация не имеет за собой ни денег на расчетном счету, ни какого-либо имущества, то фактически исполнить это решение будет, ну, на самом деле, практически невозможно. Единственным механизмом, который иногда используют юристы в работе, это момент, который называется уголовное преследование руководителя должника за неисполнение судебного акта. Однако возможность привлечь Владимира Глазунова по статье 315 Уголовного кодекса по мнению Краевого управления службы судебных приставов тоже отсутствует. Пристав установил, что деятельность компания не ведет. То есть у них нет ни имущества, ни денежных средств как таковых. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам, своим имуществам, да, а учредитель юридического лица или собственник имущества не отвечает по обязательствам юридического лица. Это статья 56 Гражданского кодекса РФ. В связи с этим с руководителя мы не можем взыскивать. Им надо было, когда они иск подавали, в соответчиках указывать руководителя компании. Эксперты считают, что в этом деле упущена еще одна возможность взыскания ущерба. На начальном этапе судебного разбирательства нужно было просить суд принять меры по обеспечению иска. Сегодня же возврат пенсионерам с трудом накопленных денег целиком на совести Владимира Глазунова. Главной функцией домофона является обеспечение доступа в помещение только для жильцов квартир или их гостей. Существует ли универсальный код и можно ли им воспользоваться, если вы отказались от такой услуги, как домофон, смотрите в следующем сюжете. Еще Стаб Бендер мечтал переквалифицироваться в управдомы. И не даром. Домофоны – золотое дно для сервисных компаний, считают многие жители Владивостока. Анна Шевчук платила за домофон 75 рублей каждый месяц в течение двух лет. Когда пенсии перестала хватать на все, собственница отказалась от услуги. Ну почему меня насильно заставляет? Это им выгодно, а мне не выгодно. Мой дом, я хозяйка, и почему я должна зависеть от кого-то? Отказавшись от услуги, собственницы, соответственно, отключили трубку в квартире. Теперь, чтобы открыть дверь гостям, нужно спускаться вниз, что для пенсионерки-инвалида второй группы сложно. Анна Петровна считает, что домофонная компания должна дать ей код от двери, который она могла бы говорить своим гостям заранее. Однако такого кода в современных домофонных системах нет и не может быть. Сам домофон люди для чего его ставят? Для того, чтобы ограничить вход от посторонних. Пример 90-х годов. У нас в городе много металлических дверей с кодовыми замками. Но они не изжили себя, они не приспособились в нашу среду, потому что любой мог потыкать и открыть эту дверь. В нашем случае будет наличие хоть одного кода, поэтому кода будут ходить все, кому не лень. Смысл в домофоне теряется сразу. Жильцы, которые хотят отказаться, они немного нечестно играют с другими жильцами, то есть возлагая бремя на других жильцов, что они все равно будут платить. А сами пользуются. Они же говорят, я же не пользуюсь домофоном. Но домофон не является трубкой в квартире. Домофоном является дверь, дверной доводчик, замок, электропроводка. У нас, в нашей компании, мы еще меняем лампочки, например. То есть все это получается за наш счет еще жильцов. Ну, а кто-то очень хитрый, он просто не платит и все. Таким образом решить проблему пенсионерки смогут лишь соседи, которые будут открывать дверь для ее гостей. Либо платить за домофон все-таки придется. На сегодня все. Напомню, что вы можете найти наши видеосюжеты на сайте общественного телевидения «Приморья» и задать вопрос по телефону редакции 221-4011. А я на этом прощаюсь. Всего вам доброго и до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин